Приветствую вас. Понимаете, в чем штука? Нельзя просто взять и решиться на развод. Поэтому есть факторы, есть основания, по которым вы снова и снова остаетесь в этих отношениях с мужчиной. Есть факторы, есть основания, есть причины, по которым вы остаетесь с этим мужчиной до сих пор. Офигеть. И я думаю, что сами эти факторы нуждаются в разборе и корректировке. Допустим, например, факт, что вы, к примеру, боитесь остаться одна. Если вы боитесь остаться одна, значит у этого есть какие-то причины, у этого есть какие-то основания. То есть тут, ну, это вот один важный момент, как минимум. То есть если вы боитесь одиночества, если вы боитесь одиночества, ну, у этого есть, опять же, у этого есть определенные основания, у этого есть какие-то причины. У того, что вы боитесь одиночества, у того, что вы боитесь остаться одна, ну, одной остаться вы боитесь. Вот. А дальше. Нет цели. У вас нет цели. То есть вот вы хотите развестись, к примеру, а развестись-то, чтобы что делать? Куда, куда вы будете двигаться, разведясь, например, ну, вот, человек, понимаете, какая штука. То есть это не такой процесс, который можно инициировать просто без цели, без какого-то ориентира, да, без движения туда, куда вам нужно, без движения туда, куда вы хотите. Понимаете? Нужна цель. Нужна именно цель. Вам нужна цель. Вам нужна, именно вам нужна, нужна, это самая цель, вот, чтобы лечиться на развод, чтобы не в пустоту, да, куда-то уходить, а именно вот, чтобы идти, чтобы что-то, идти, чтобы куда-то. Идти для чего-то. Понимаете? Какой момент? Вот. То есть мне кажется, что это главное, ну, одно из главных, по крайней мере. На что вам нужно заострить свое внимание. Дальше. А вы, поскольку так живете достаточно долго, вполне вероятно получаете какую-то выгоду от этого. от того, что, вот, ну, в такой ситуации находитесь. Вот. То есть есть, у вас есть гарантированно некая вторичная выгода, которая мотивирует вас действовать. так, как вы действуете. Это может быть что угодно, это может быть страх, одиночество, это может быть неуверенность в себе, это может быть заниженная самооценка. Правда, в том, что касается заниженной самооценки, здесь ситуация совершенно однозначна, потому что благодаря ей вы позволяете мужчине поднимать на себя руку. Вот. То есть, если бы у вас было бы все в порядке с самооценкой, вы бы никогда не позволили мужчине поднять на себя руку. Раз. Подложаете, значит, ситуация вот такая, что самооценка у вас есть проблема некоторая. Вы, в свою очередь, вы также склонны себя винить, вы склонны обвинять себя, и это тоже достаточно важный момент, потому что вина не приходит одна, вот, вина резко когда приходит одна, и если есть чувство вины в одном, то, значит, скорее всего, будет чувство вины в чем-то еще, вот, нужно только посмотреть в чем именно, вот. Значит, вина это невыраженная агрессия по отношению к кому-то, кто вас подавлял и принижал, вот, кто это, конечно, сказать, ну, сейчас, наверное, нельзя, там еще слишком мало информации, вот. Ну, я более чем уверен, что часто вы свои эмоции как-то вот подавляли, обесценивали, принижали и прочее, вот. Значит, я бы рекомендовал, наверное, в одну из первых очередей посмотреть созависимые отношения, посмотреть, возможно, треугольник Карпмана, вот, потому что очень похоже, что вы в нем, вы в этом, вы в треугольнике Карпмана находитесь, вот. И плюс ко всему, это созависимые, ну, это созависимые отношения, это и есть созависимые отношения, по сути. Вот. Другой вопрос, конечно, что вы будете с этим делать и будете ли вы с этим вообще что-то делать? Потому что ваш вопрос, который вы задаете, такая штука, как решиться на развод, это фикция, да? Потому что, если бы вы могли решиться на развод, вы бы уже развелись. А если вы не можете развестись, значит, у этого есть некие причины, да, некие основания. Вот. Потому что вы не можете развестись. И это, в свою очередь, означает, что есть что-то, чего вы не осознаете. Не осознаете своих личных, своих внутренних противоречий, например. Можете не осознавать своих страхов каких-то. Можете не осознавать, значит, чего-то еще. Можете не осознавать, например, своей выгоды. Вот именно выгода, которую вы получаете от нахождения в отношениях. Вот. То есть, тут много достаточно вариантов, тут много достаточно причин, почему вы можете снова и снова оставаться в отношениях с человеком. Вот. Тут касается сына, здесь, опять же, вы лукавите, потому что беспокоит вас сын, вы уже давным-давно развелись, потому что на сына очень негативно, тяжело и болезненно влияет то, что вы с папой, ну, то есть, вы с его отцом ссоритесь, то, что вы с его отцом постоянно вы сняли отношения и так далее. Вот. Поэтому, если думаете о сыне, то здесь все совершенно очевидно, но вы не разводитесь. Вот. То есть, я, опять же, я вас не принесдаю, да, ни к чему я вас не принесдаю, я просто говорю о том, что, ну, как бы, одно связано с другим. Вот. Я только про это пытаюсь сказать вам. Вот. Так что здесь, на мой взгляд, все не так очевидно, как, ну, как вам может показаться. Вот. Так что здесь цель ваша в том, наверное, чтобы разобраться в себе, чтобы понять себя. Вот. Ваша цель в том, чтобы понять, чего вы хотите, понять, что вам нужно, понять, в чем вы нуждаетесь. Вот. И дальше, соответственно, уже можно будет говорить о чем-то. Вот. Дальше можно будет о чем-то говорить. А пока, пока что, значит, ситуация, на мой взгляд, выглядит вот такой. Спрос. 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 Вот. Спрос такой, если вы в этой ситуации застряли, вот, и вам хочется чего-то, вам нужно что-то. Вот. Ну, реально вы, вот, что-то делать для этой ситуации, ну, я бы не сказал, да, я бы не сказал, что реально вы для этой ситуации готовы что-то делать, чтобы ее изменить, ну, вот, реально. Ну, вот, в целом, это у вас позиция жертвая, такой, это жертвенная позиция, достаточно ярко выраженная жертвенная позиция у вас. Вот. То, что я могу вам сказать сейчас, это то, что я могу вам выразить, ну, выразить сейчас. Вот. Значит, смысл, цель, знаете, смысл и цель нужны вам. Это первое. Плюс ко всему речь идет, наверное, еще и о том, что вы вносите вклад в ссору и скандал. Мы с вами, вашим мужем. И тем самым принимаете участие в игре, которую можно назвать, так и можно назвать комбайл. И, соответственно, если, соответственно, если вы хотите перестать в эту игру играть, то вам очень желательно брать на себя побольше личной ответственности за то, кто вы, куда идете, к чему стремитесь, к чему хотите и так далее. Это все очень важные истории, на самом деле. Вот. И от того, как вы к ней, к этой истории будете относиться. Вот. Ну, зависит, в принципе, все остальное, в будущем ваших отношений. Такой вот момент, такая история, такой ответ я могу вам дать пока что на сегодняшний, ну вот на данный момент, на данный момент. Я надеюсь, я очень надеюсь на то, что вам это было полезно. Я очень надеюсь на то, что вы излечете для себя что-то полезное, вот, из моего ответа. Просто из ответа, из ответов коллег, я очень надеюсь, что вы для себя вот что-то, ну, что-то полезное излечете, на самом деле. Вот. Потому что я понимаю, что вам тяжело и что жить так вот, как вы живете сейчас, ну, точно, тяжело и трудно для вас. И тем не менее, чтобы принять какое-то решение, вам нужно понимать, для чего вы его принимаете, зачем вы его принимаете. Понимаете, не просто так вот, что я вот приняла какое-то решение, да, и все. А именно, вот, вопрос, зачем, зачем мне это решение. Вот я хочу развести, что мне это даст. Ведь вы же, вы же, вы же сами, по сути, говорите о том, что, типа, значит, если, ну, что если я разведусь, или я подо мной уже развелась всегда, но я, к примеру, боюсь, я боюсь, да, я боюсь остаться одна, к примеру. Ну, так, тут вот вся тонкость в том и заключается, что если вы боитесь остаться одна, если вы боитесь, то вы никогда, скорее всего, не разведетесь со своим мужчиной. Вот. Потому что, ну, а как? Как вы разведете, если вы боитесь остаться одна? Если вы по факту, да, ну, на себя, к примеру, не полагаетесь. Вот. Вот. И... Как? То есть, это вот, опять же, такая история, да, такая ситуация, которая... играет на пользу вам. Вот. К сожалению. Вот. То, что я могу вам сказать. Я надеюсь, что помог вам, если у вас дополнительные вопросы остались. Я буду рад помочь ответить, но не только я, но и коллеги. Все. Вот. Буду рады помочь, если вы, например, предоставить нам такую возможность, да, и... ну, более детально и подробно поработать в этом направлении. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Да, а если мой ответ вам понравился, то я буду очень благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Так вы поддерживаете меня и помогаете продвижению по сайту. Вот. Своей стороны, вам нужно понять, что для вас важно, что для вас самое главное, что именно для вас, не для кого-либо еще ценно. По-настоящему ценно. И тогда, и только тогда, вы получите возможность действительно реально изменить что-то в своей жизни. Вот. Потому что пока это все просто какие-то действия, это все какие-то решения, но непонятно ради чего, для чего и так далее. То есть, совершенно очевидно, что вам что-то не нравится, совершенно очевидно, что вас что-то напрягает, да, это понятно. Но этого мало, этого очень мало, чтобы делать что-то. Очень мало, чтобы предпринять какой-то шаг. Ну, чтобы решиться, да, чтобы решиться на такой шаг, вот, какой вы хотели бы, ну, на который вы хотите решиться. Вот. Поэтому, поэтому, подумайте, подумайте, пожалуйста, о, значит, о своем ребенке, вот. Вот. Подумайте о своем сыне, который страдает из-за, ну, из-за ваших конфликтов с отцом его, вот. Подумайте о себе, не только о семье, да, не только о семье, но именно о себе. Подумайте тоже. Вот. Это очень важно. И начните двигаться в сторону тех столько вещей и ценностей, которые интересуют, которые могли бы быть интересны только вам и никому больше. Вот. Я еще раз желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что вам ситуация ваша разрешится. Спасибо за просмотр! Спасибо. Игорь – API